Коли порауновывать по стаже работы у выданни, то у самого молодого он складает у сего 9 месяцев, у самого маститого амаль 46 годов. Правда, у Гомельской правде гэты пока шик далека не самый головный. Сегодня тыдневый тараж газеты складает каля 55 тысяч и необходимо, как каждый читач знайшов на сторонках нечто цикавое. У опошний час выданню взяло ориентир на подрыхтовку аналитичных материалов. Урешті оперативные новины сегодня прерогаты, во-первых, за все интернеты и телебачення, а тому необходимо отповедать новым реалиям. Глубоко размышлять, видеть какие-то процессы в обществе, не только завтрашние, но и далеко идущие. То есть газета превращается из таких легких, я бы сказал, жанров наиболее аналитические, публицистические. Это важно сегодня для издания. Хоть полностью отмовляться от оперативных новинов у Гомельской правде на меру не мают, на интернет-сайте областной газеты можно не только худко доведаться об опошних новинах, а ли и сделать это с помощью мобильного телефона. В этом году в Гомельской правде вы решили упершиню принять удел у престижным международным форуме ТИБУ и одразу у Знагорода. Оценивалось все – зручность использования, доступность информации, визуальное оформление. Мы заняли второе место в номинации «Информационный ресурс». Особенно приятно, что в этом году, как никогда, много было заявок на участие в этом конкурсе и оценили «Правда Гомель». «Правда Радио» – это около двух годов круглосуточного вяшания, 8 годин из которых у «Прамым» эфиры. Молодая команда, объединенная любовью до «Радио». У первой большинства сотрудников – это первое в жизни работное место. Тем более, великое ожидание заявить об себе и подрыхтовать материал, который будут слушать. Тема такая самая разная – от забавляльных программ до серьезных новин. Доброго вечера всем, кто настроен на «Правда Радио». Евгений Боярчук с новостями. На Гомельщине продолжается конкурсный отбор инновационных проектов. Лучший из них получит финансирование из средств Инновационного фонда облсполкома. Деньги можно будет использовать на реализацию проектов, а также научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ. Еще одна складающая холдингу под названием «Гомельская правда» – «Видовецкий дом». Миновита тут рыхтуются до друку буйные энциклопедичные выдания и выдаются невеликие книги. В последний час, до речи, эта послуга оказалась вельми запотребована не только у предприемства региона, а и у местовых поэтов и письменников. А в «Гомельской правде» между тем кажутся об черговом кроке по ширине послуг медиахолдингу. У год малой родины тут мают намер начать еще издимки видеофильмов. Первыми запланованы 25 видеопрезентаций об усих районах в области и областного центра.